Приветствую вас! Давайте мы с вами немножко проследим вашу историю. Вы пишите, не могу понять поведение мужчины. Зачем вам его понимать, если люди сейчас сами не понимают, что они делают и для чего они делают. Общелся с ним год назад, не встречались, нравились друг другу, он стал моим первым мужчиной. Так, ну здесь Алена, вы меня конечно простите, но есть непонятка, есть непонятка. Если вы говорите, что вы не встречались, если вы говорите, что у вас не было отношений, я так полагаю, да? Хотя, может быть вы имели совсем другое ввиду, то что значит он стал вашим первым мужчиной. Обычно так говорят, когда имеют ввиду, что был секс, и что до этого вы ни с кем не спали. Но, коли так, то не совсем понятно, а как это относится к тому, что вы, к примеру, не встречались, ну вы пишите, что вы не встречались. То есть как это связано, и почему, то есть вы считаете, что встречаться не обязательно, да? Встречаться как бы не нужно. Но при этом спать можно. Так получается? Я просто вот хочу понять вас, что вы имеете ввиду, что вы хотите этим сказать, потому что не очень понятно. А если вы действительно спали, то как это воспринял мужчина, как это восприняли вы? Потом я прекратила это, потому что влюбилась в него. Что это? Что это вы прекратили, если вы не встречали? Секс? Он всю жизнь любил одну. Кого? Кого он любил одну? Знали ли вы о том, что он любил одну? Если знали, то по какой причине совершали эти действия, ну которые вот совершали? Если знали. Если не знали, что он любил одну. Но узнали теперь. Для чего вам хочется понять его поведение? Ну мужчина. Он позже встретил девушку, встречался с ней год. Потом расстался. Откуда вы это знаете? После снова появляется в моей жизни. Нет, нет, Алена, нет. Вы позволяете ему появляться в вашей жизни. Не он сам появляется. Вы позволяете по какой-то причине. Может эта привязанность ко мне осталась? Я не знаю. Ну скорее всего, вот именно здесь ему с вами просто удобно. Мы с вами просто удобно. Виделись несколько раз. Для чего, зачем, чего вы ждали от этих встреч, чего он ждал от этих встреч. По вашему мнению. Он мирится с той девочкой. До или после встречи. Как вы об этом узнали опять же. Но все равно после этого увиделся со мной. Зачем? Зачем вы позволили ему видеться с вами? Чего вы хотели? Знаю, ему очень интересно со мной общаться. Но от моих чувств не говорит. Скрывает все эмоции. Но человек боится близости. Человек боится близости. Боится отношений. Возможно у него травма. Ну в прошлом. Любит ли он свою девочку? Откуда психолог может это знать? Зачем он видеться со мной? Ему интересно и в чем-то вы его привлекаете. Но он как минимум не настолько уверен в себя, чтобы делать какие-то шаги серьезные к вам. Готовы ли вы его читать или нет, это уже вам решат. Я не могу его понять. Вам не нужно его понимать. Вам себя нужно понять. Вам нужно понять себя и свои чувства. Что вы хотите. Что вы чувствуете. Чего вы ожидаете. И так далее. Как мне быть дальше? Никак. Я рекомендовал бы вам преградить с ним встречи, да. То есть сказать, ну как бы вот если вы говорили ему о том, что вы в него влюбились, то донести до него эту мысль, что вы к нему неравнодушны, что у вас есть к нему чувства и что он вам не безразличен, но вы не хотите таких отношений. И просто его не спиртать вам и не звонить, потому что вам больно. Вот. И что вы не будете воспринимать его и принимать его в свою жизнь, впускать его в свою жизнь до тех пор, пока он не определится, да. С, допустим, ну допустим, со своим поведением, своим отношением к вам. Либо пока у вас к нему чувства не пропадут. Вот. И ориентироваться, наверное, в этой ситуации на себя. То есть, так или иначе, мужчина, вне зависимости от того, чего вы хотите, он не готов сначала вам дать того, что нужно. Вот. Его можно направить безусловно, да, его можно направить, его можно направить в нужное русло, чтобы он всё-таки дал вам то, что вы хотите, но для этого нужно изменить и подкорректировать вам своё поведение, чтобы это не было. Так как сейчас, да, что он появляется в моей жизни, когда хочет, он встречается ещё с кем-то, когда хочет. Ну, то есть, вот, чтобы этого не было. То есть, должна быть чёткая позиция, должна быть чёткая, ясная позиция ваша. И тогда всё будет хорошо. Вот. По крайней мере, вот, проблем, которые есть у вас сейчас, да, их не будет. Просто. Конечно, очень важный момент, что вы подразумеваете под влюблённостью, к примеру. То есть, что такое влюблённость для вас? Как вы это, как вы это, ну, как вы это воспринимаете? Вот. То есть, вот, если это чувство направлено на человека, да? Вот. То есть, как будто бы вы чего-то хотите. От человека. Это одна история. Если это для себя, что вы хотите чего-то для себя, что это совсем уже другой момент, вот. Понимаете? То есть вот примерно такая, ну, с точки зрения психологии, конечно, потому что если вам нужен ответ эзотерика, то я рекомендовал бы вам обратиться в ответующий раздел. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!